Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Зимой 1979 года в Доме культуры Харьковского авиационного завода шло важное мероприятие. Общественность города встречалась с ветеранами полка Нормандия-Неман. Французским гостям приготовили сюрприз. На сцену должен был подняться Валентин Некрасов. Бывший авиамеханик полка. Его удалось разыскать по просьбе легендарных лётчиков. А сейчас на сцену приглашается товарищ Некрасов. Некрасов ждал в одном из кабинетов неподалёку. Приёмник транслировал происходящее в зале. Услышав приглашение, он должен был выйти на сцену. Но бывший авиамеханик не появился. Аккуратнее надо быть! Не стой на проходе! За ним выбежал сотрудник Министерства иностранных дел Николай Лукашёв. Дипломат сопровождал французских гостей из самой Москвы. Товарищ Некрасов, где вы? Товарищ Некрасов! Некрасов был мёртв. Видимо, его ударили по голове пепельницы и добили ударом отвертки в шею. Валентин Некрасов – уважаемый человек. Главный инженер производственного отдела. Актёр в Народном театре Дома культуры. В кабинете, где его убили, он часто репетировал. Некрасов умер мгновенно. Окурки из пепельницы, которые его ударили по голове, валялись по всему кабинету. Криминалист зафиксировал в кабинете отпечатки пальцев убитого и пальчики нескольких человек. Следствие возглавил следователь прокуратуры Сергей Гаврилюк. Он рекомендовал не разглашать настоящую причину смерти механика советско-французской эскадрильи «Нормандия-Нема». Французским однополчанам убитого сообщили, что их боевой товарищ скончался от сердечного приступа. Возможность встретиться с боевыми друзьями оказалась слишком сильным потрясением для человека, который гордился своей принадлежностью к легендарной эскадрилье. Вылет. Бой. Приземление. Осмотр машины механиком. Чашка чая, сигарета. И новый вылет. Рывок в черному горизонту. 4 декабря 1942 года в городе Иваново была сформирована французская авиационная эскадрилья. По инициативе пилотов и механиков она получила название «Нормандия». Французы назвали свой полк «Нормандией», потому что «Нормандия» наиболее сильно пострадала от немцев. Они прилетели сюда сражаться за Францию и Россию против фашистов. Примерно каждый третий воздушный бой во время боевых действий летчики эскадрильи завершали победой. Все летчики были награждены советскими орденами и медалями. Четыре человека удостоены звания Героя Советского Союза. Бывало, что приказ о награждении только зачитывался, а вручить орден не могли. Герой был в госпитале или значился в списках подушек. После войны французских летчиков часто приглашали в СССР. Многие из них были членами общества дружбы «Франция-СССР». Кабинет, в котором убили бывшего механика эскадрильи, отработали эксперты. Следователь Гаврилюк по горячим следам встретился с сотрудником МИДа Лукашёвым и зав. отделом обкома партии Жигалкиным. Они отвечали за мероприятие. Ну, что у вас-то, товарищ? Может, заканчиваем? А долго он тут был сам? Минут пятнадцать. Я его предупредил. А почему вы его одного оставили? Ну, я же переводил гостя. Подойдите сюда, пожалуйста. Посмотрите, из личных вещей ничего не пропало? Ну, я же по карманам у него не лазил. Вот расческа, он ей сразу причесывался. А что вы думаете, его могли? Да, я не исключаю версии ограбления. Посмотрите, пожалуйста, а в кабинете ничего не пропало? Нет, вроде все на месте. Ну, а самолеты сюда проносили? Да, приносил. Ну, и жилья нет? Действительно нет. Какие самолеты? Некрасов должен был подарить сувенирные самолеты французским летчикам. Но их тут нет. Да цена им там копейки найдутся. Уборщица здесь убирала, может, вынесла. Проходной двор. Ну, не скажите. Лишних здесь не было. Дежурным было поручено за всем здесь смотреть. А дежурный, это тот, который у входа у вас, да? Да, 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 пойдем, я покажу. Знать ничего не хочу. Пусть как придет, пуль летит в ДК. Не сдаст ключ, я покрывать никого не стану. Сдам директору с потрохами. Что такое? Следователь Гаврилюк, прокуратура. Дежурный Петрахов Яков Иванович. Слушаю вас, товарищ следователь прокуратуры. Во время мероприятия тут кто-нибудь шастал? Никак нет. Дежурный сказал, что все были в зале. У служебного входа и по коридорам ходили только сотрудники Дома культуры и люди из обкома. Подозрительных лиц не видел. А у кабинета, где нашли труп, никто не крутился? Шишка из Москвы, шишка из обкома. Больше я никого не видел. Ясно. А с кем это вы по телефону ругались? Да есть тут у нас один. Руководитель Народного театра. Ключ не сдал и быстро куда-то исчез. А как фамилия руководителя? Щапов. Следователь знал, что убитый играл в Народном театре, поэтому с наспех покинувшим Дом культуры Щаповым Некрасов был знаком. Вспоминайте, этот Щапов убежал до или после гибели Некрасова. Дежурный рассказал, что это случилось за несколько минут до известия о смерти Некрасова. Щапов пришел в Дом культуры с дочкой, она осталась внизу. Отец поднялся в кабинет. Садись, я сказал. Ну как ты? Спасибо, хорошо. Чего это баткет улетует? Так, премьера на носу. А-а-а, я понял. А сейчас на сцену приглашается товарищ Некрасов. Когда ведущий мероприятия пригласил на сцену бывшего механика эскадрильи, возле дежурного появился Щапов. Борисыч, я же говорил, не оставляйте вальку с коньяком. Да ладно тебе. Ты что здесь расселась, пошли домой. Быстро, быстро, я подсказал. Эй, Борисыч, да ты что? Борисыч, Борисыч. А вы хорошо знакомы были с Некрасовым? Да кого у нас тут все знали. Он нас в театре отелло играл. А какие у него с руководителем были отношения? Неважные. Ох ты ж, ешкин кот. Что? У них тут два дня тому назад чудо-драки не дошло. Ты взрослый мужик. А ведь у себя как... Ссора произошла довольно далеко от поста дежурного. Петриков стал ее свидетелем, хотя слов разобрать не мог. Перепалка была нешуточная, но в чем состояла причина конфликта, он не понял. Сказал женюсь, значит женюсь. Где он пахнет? Где рисунку? Гад. Да ты соплячка, ничего еще не понимаю в жизни. Перед встречей с Юрием Щаповым следователь Сергей Гаврилюк побеседовал с актерами народного театра. В коллективе долгие годы играл покойный Валентин Некрасов. Последняя роль, которую он репетировал, отелло. В творческих коллективах каждый человек на виду утаить что-то трудно. Гаврилюк узнал, у немолодого вдовца Некрасова были какие-то странные отношения с дочерью руководителя театра. Но Щапов долго на это не реагировал. Скандалы начались, когда выяснилось, что Нина беременна. Кто отец? Тайно за семью замками. Поговаривали, что им мог быть убитый Некрасов. Значит, говорите, в этот день не виделись с Некрасовым? Нет. И ни о чем с ним не спорили? Нет. Странно, у меня другая информация. Да клевета это все! Ну, если спорили, так это о роли. В творческой среде это обычное дело. Дискуссии, дебаты. И пальцем я его не трогал. У вас вообще-то есть чем-то вытереться? Я уже пиджак не спачал. На руках Щапова остались следы краски. Полчаса назад у него сняли отпечатки пальцев. Сергей Тимофеевич, вот. Спасибо. Товарищ Щапов. Вот результаты экспертизы говорят о том, что это именно ваши пальцы были обнаружены на дверной ручке кабинета, где был убит Некрасов. Так мы же там репетировали. Да я сотни раз туда заходил и выходил. А во время этой показухи для французской делегации я у себя был. Не сходится, понимаете? В день приезда французской делегации уборщице было приказано убрать все помещения. И вы знаете, она подтвердила, что в тот же день она убирала кабинет Некрасова и тщательно вытерла стол, на котором потом были обнаружены отпечатки пальцев покойного и ваши. Отпираться будем дальше. Вы что там делали? Ну, в общем, дочка моя, Нинка, того, от Некрасова. А он подлец, мерзавец, отсоса перестал признавать. Угу. Перестал встречаться даже с ней. Ну что, герой, готовься на сцену выйти. Что случилось, Юра? Что случилось? Щапов потребовал признать ребенка и жениться на Нине. Иначе о похождениях Некрасова узнают его боевые товарищи. Ты меня знаешь. Я возьму Нинку за руки и выйду на сцену. И пусть все твои боевые товарищи, весь коллектив узнают о твоих похождениях и геройствах. Хорошо. Хорошо, Юра. Хорошо? Где здесь у тебя ручка? Не дури. Бумага? Что значит не дури? Где ручка, я спрашиваю? Только карандаш. Сказал женюсь, значит женюсь. Тебе верить? Значит, жди меня здесь. Щапов потребовал у Некрасова письменных гарантий и ушел за ручкой. Ну что, принесли бумагу и ручку? Да я то принес. А он мертвый. Ну, я быстро выскочил. Нинку, дочку, за руку и быстрее домой. Ну и ключи забыл сдать как раз. Ну не до этого мне было, понимаете? Эту отвертку вонзили в шею Некрасова. Здесь на ручке нашли отпечатки пальцев. Они не принадлежат Щапову. Был у следователя еще один довод в пользу невиновности мужчины. Он не стал бы убивать отца своего будущего внука. Следователь взялся за разработку новой версии. Зацепкой тут могла стать пропажа из кабинета сувенирных самолетов. Уборщица нашла деталь от самолета в одном из кабинетов, в другом крыле, далеко от места гибели Некрасова. Сувениры никто не видел после того, как Некрасов получил их от сотрудника Министерства иностранных дел Лукашева. А в том кабинете, где нашли деталь, кто-то был? Тоже шишка. Людка Обкомовского привезла. А кто это Людка Обкомовская? А вскоре пойдет. В Обкоме работает. Вы ее телефон знаете? Знаю. Тогда звоните и вызывайте ее сюда. Я буду в кабинете. Приведете ее. Дежурный Яков Петриков сообщил, что после обнаружения тела Некрасова к нему прибежала сотрудница Обкома партии Людмила Макаренко и вызвала скорую помощь. Гаврилюк осмотрел кабинет, в котором нашли деталь от сувенирного самолетика. На подоконнике следователь заметил следы земли и собрал их в платок. Открыв окно, Гаврилюк подметил, расстояние от подоконника до земли было небольшим. А еще он заметил, что окно из комнаты было напротив окна кабинета, в котором убили Некрасова. В этом и парадокс. Из-за планировки здания по коридору идти долго, а из окна в окно путь гораздо короче. Вот, товарищ следователь, Людмила. Спасибо. Следователь прокуратуры Гаврилюк. Людмила. Присаживайтесь. Скажите, а кто здесь был? Кого вы сюда привели? Товарищ Васильева, герой войны. А его тоже на сцене ждали, да? Да. Представляете, там же всего 17 советских авиамехаников было. Где было? В эскадрилье Нормандия-Неман. В Доме культуры незадолго до выхода на сцену убивают ударом отвертки в шею бывшего авиамеханика советско-французской эскадрильи Нормандия-Неман, Валентина Некрасова. Валентин готовился к выходу на сцену для радостной встречи с французскими однополчанами и вручения друзьям сувенирных самолетов. После убийства подарки исчезли. В преступлении подозревают руководителя Народного театра Юрия Щапова. Он находился в кабинете, где Некрасов ждал своего выхода. Но отпечатков пальцев Щапова на отвертке не обнаружили. В другой комнате находят деталь от сувенирного самолета. Следователь замечает, окна выходят на кабинет убитого. На подоконнике следы грязи. Людмила Макаренко рассказала, что обкомовцам удалось разыскать механика Васильева. Его давно хотел найти покойный Некрасов. Васильев хотел приехать, но боялся, у него сердце больное. Сильно болеет? В больнице лежал. Он просил адрес Некрасова, хотел просто приехать к нему. Мне дан был приказ найти его, привезти живым или мертвым, но привезти. Он погиб, Некрасов. Девушка рассказала, что Васильев был в кабинете один. Он так попросил. А она за дверью стояла, чтобы не мешать. Странно, два боевых товарища разделяют всего ничего метров. Васильев мог его видеть? Мог. Он у окна стоял. Так мог или видел? Ну да, я немного отошла от сценария. По сценарию боевые друзья должны были увидеться уже на сцене. Но Людмила Макаренко не удержалась. Так, сейчас открой окно. Проветрим. Степан Константинович, подойдите сюда на секунду. Смотрите. Да ладно, не уж-то, Валька. Угу. Сильно изменился. Солидный такой стал. Да, скоро увидите его. Боевые подвиги вспомните. Ой, господи. Так, присаживайтесь. Так, возьмите воды выпейте, хорошо? Людочка, вы не могли бы меня оставить одного? Мне на встречу настроиться надо. Хорошо, хорошо. Если что-то нужно будет, я буду за дверью. Хорошо. Как Васильев узнал о смерти Некрасова? Я ему сказала. У него сразу сердце схватило. Я вызвала скорую, и скорая его увезла. Угу. Опыт и интуиция не подвели следователя Сергея Гаврилюка. На подоконнике кабинета, в котором погиб Валентин Некрасов, тоже нашли следы почвы, идентичные тем, что были в кабинете, в котором страдал от сердечной боли Степан Васильев. Вот он. Работает зам директора стройуправления. Нужный человек, начальник. Следователь позвонил в больницу, но Васильева там уже не было. Не было его и по месту жительства. Врач больницы рассказал, ветерана привезла скорая. Через час он потребовал выписать его. Противопоказаний не было. Да и в больницу он попал как-то странно. Вроде бы все анализы были в норме. Следователь Гаврилюк не сомневался. Убийство Некрасова связано с неожиданным приездом боевого товарища. Поэтому по месту жительства загадочного ветерана выехала группа. Проводился обыск. Смотрю, он вещи разбросаны, в спешке покидал. Может оставил чего, посмотри тут. Смотрите. Награды есть, а документов на них нет. Ну так ищите. Если не найдем, придется устанавливать. Граждане понятые, прошу обратить внимание. Боевые награды. Оперативник Остапов показал следователю Гаврилюку старую книгу. В ней находилась фотография еще довольно молодого Васильева с женщиной. Это уже придется устанавливать. Женой он развелся 8 лет назад. Если это жена, надо искать у нее. Редко видел, что вы так на жен смотрели. Знаток. Надо у французов спросить. Может, они кое-что интересное о нем расскажут? Ну вот. Да, это мысль. Ну, вы тут заканчивайте. А я пойду. После разговора с французскими летчиками следователь понял, что у человека, который был известен как Степан Васильев, был мотив на убийство Валентина Некрасова. На сцене Некрасов обязательно разоблачил бы его. Лже Васильев скрылся, не оставив следов. Его бывшая жена рассталась с ним давно. На фотографии он был с другой женщиной. Единственной реальной зацепкой оставались найденные в квартире государственные награды. По их номерам следствие могло установить имя реального владельца и таким образом продвинуться в поисках Васильева. Следователь Сергей Гаврилюк получил командировку в Центральный государственный архив Советской армии. Так, возьмите. И проходите, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Сотрудница архива Анна Зубарева предоставила в распоряжение следователя необходимые документы. Следователь Гаврилюк был предельно сосредоточен, боясь пропустить нужную запись. Согласно документам, орденом Красной Звезды с соответствующим номером был награжден летчик-истребитель капитан Степан Долголев. Гаврилюк отправился за его личным делом. К нас, оказывается, тоже Степаном зовут. Прибыв в Харьков, следователь ознакомил оперативника Остапова с историей жизни Степана Долголева. Призывался из Чугуева. Имеет боевые награды. Летун, видать, знатный был. Это да. Ну и накуролесил немало. Сергей Тимофеевич, а его родители до сих пор еще в Чугуеве проживают. Может, навестим? Ну, ты знаешь, хорошая идея. За родственниками Долголева установили наблюдение. В поле зрения попала Тамара Наливайка. Именно она была на фотографии с Васильевым. Вон они идут. Ну-ка, пойдем. Честно говоря, мне больно, все нравится. Самое главное, что можно еще мне желать от этой жизни, дорогая. Гражданин Долголев? Какой еще Долголев? Степа, что они хотят от тебя? Не знаю. Вы задержаны. Как? Степа, что это значит? Степа! Спокойно. При задержании Васильев Долголев оказал сопротивление. Да что вы от меня хотите? Степа, что это значит? Да что вы от меня хотите? Я ни в чем не волновал. Степа! Капитан Степан Долголев в небе сражался храбро, но на земле оказался мародером. Ограбил немецкую семью. За это его осудили на три года. Освободился досрочно. Каким-то образом завладел документами своего тезки, погибшего в автокатастрофе, и стал Васильевым. Добился неплохого положения в обществе, стал уважаемым человеком. Валентина Некрасова он впервые увидел в Доме культуры. Встреча с ним стала бы для летчика-мародера катастрофой. Лже Васильев не стал запираться, ведь его отпечатки пальцев были на орудии убийства. Отпираться бесполезно? Будем говорить? Да никого я не хотел убивать, гражданин начальник. Только эту встречу затеяли. Этим девкам из обкома лишь бы выслужиться. Понял? Ну, не отстану. Беречь себе нужно, товарищ Васильев. Ох, как же я хотел всех увидеть. Только бы исподвести вас. Сердце может не выдержать. Выпейте лекарства, поправляйтесь. Еще есть время. А вы мне адресок, Ваське. Ой, Вальке Некрасова не дадите. Нет. Чтобы не идти на мероприятие, Лже Васильев пытался симулировать сердечный приступ. Но девушка настаивала на его приходе. Тогда он решил лечь в больницу. Но сотрудницу обкома и это не остановило. И тут вы приняли решение. Да я ничего плохого не сделал, Леонид Ильич. После тюрьмы мне досталось полное поражение в правах. Разве что только свиней оставалось пасти. А тут я многого добился. Ясно. По сути дела. Дальше. Долголев Васильев не захотел бежать, бросать налаженную жизнь. Встреча с Некрасовым, который мог его разоблачить, все это рушило. Не приеду на эту встречу, пришлют на следующий год. Не отвертеться. Собираясь в Дон культуры, Лже Васильев прихватил с собой заточенную отвертку. Некрасов – последний из живых советских авиамехаников, кто знал настоящего Васильева в лицо и мог раскрыть обман. Смотрите. Да ладно, неужто, Валька? Угу. Сильно изменился. Солидный такой стал. Да, скоро увидите его. Подвиги вспомните. Ой, Господи, так... Васильеву отвели отдельный кабинет. До встречи со служивцев оставались считанные минуты. Людочка, вы не могли бы меня оставить одного? Мне на встречу настроиться надо. Хорошо, если что-то нужно будет, я буду за дверью. Хорошо. В кабинете напротив Некрасов стоял возле приоткрытого окна и жадно курил. Музыка, яичного цвета, яичного цвета. сухи яичного цвета, яичного цвета, пока что marche от кем-какова, яичного цвета. Вы кто? Васильев ударил Некрасова пепельницей по голове, оглушил и добил отверткой. Стоп. А самолётики где? Не брал я самолётики. Самолётик разбился. Ну что в самом деле? Всё рассказали. А такую мелочь утаиваете. Деталь от сувенира была найдена в вашем кабинете. Да не брал я никакие самолётики. Но там другая история получилась. Так рассказывать? Расскажу. Ну, если вы мне, гражданин начальник, поможете срок скостить. Вы мне что, тут условия ставите? Нет. Ну тогда я всё скажу. Ладно. Рассказывайте, а я слушаю. Когда Лже Васильев влезал в окно, Некрасов рассматривал подарочный самолёт. Получив удар, он выронил сувенир. Самолёт упал на пол, из него выпали металлические капсулы. Капсулы. А что в них было? Отдам и сами увидите. Но только вы, гражданин начальник, поможете мне срок скостить. Что вы мне тут загадки загадываете? Нет никаких загадок. Только на войне я уже такое видел. Ладно, я обещаю, я вас слушаю. Васильев прятал капсулы в доме своей сожительницы Тамары Наливайко. В банке с вареньем, которая была закатана крышкой. Вряд ли их удалось бы найти при обыске. Это целое состояние. В капсулах были бриллианты. Как они попали в сувенирные самолётики? И куда делся ещё один? В этих сувенирах не было ничего особенного. Такие дарили гостям Харьковского авиационного завода. В кабинете заместителя директора завода в шкафу всегда были несколько штук. Следователь Гаврилюк решил выяснить особенности изготовления самолётиков у замдиректора Сергея Науменко. Не сообщая, естественно, о найденных в сувенирах ценностях. Заходите. Здравствуйте. Следователь Гаврилюк. Очень приятно. Присаживайтесь. Скажите, эти колёса от вашего самолёта? Шасси. Да, наверное. Минуту. Вот, смотрите, такие сувениры мы дарим уважаемым гостям. Угу. И французским лётчикам, разумеется, тоже решили подарить. Да, конечно. Только мы не сразу сообразили. Спасибо, товарищ из министерства. Нас надоумил. Какой товарищ? Который сопровождал французских лётчиков. Поподробнее. Замдиректора вспомнил. Незадолго до встречи французских лётчиков к нему приехал мидовец Николай Лукашёв. Решать вопросы по организации встречи. Мероприятие должно было пройти в заводском доме культуры. Мидовец Лукашёв скрупулёзно уточнял все организационные моменты, очень важные для всех встречи. Спасибо. Приятно с вами работать. Рад был встрече. Кстати, о наших французских товарищах. Они же лётчики. Что-нибудь ваш завод мог бы подарить им эдакое? Пропеллер или что-то такое? Голова моя садовая. Спасибо, что напомнили. Для дорогих гостей наш завод делает сувенирные самолёты. Это очень хорошо. Закончились. Ну ничего, я же с Викторовичу позвоню, он сделает. А кто это Викторович? Мастер наш делает их на заказ. Я позвонил, Викторович принёс пару штук сувениров. А пойдёмте-ка к Викторовичу. Он уже сюда идёт. А мы пойдёмте к нему в цех. Слесаря Ивана Шипулина они встретили возле цеха. Зам директора предложил пройти к нему в кабинет, но следователь Гаврилюк сразу же приступил к делу. Добрый день. Посмотрите, это детали от вашего самолёта? От моего. Скажите, именно эти самолёты вы хотели подарить французам? Нет, не эти. Объясните. Это от старой партии. Я в этот раз отдал другие. Объясните. Здесь шасси частично закрашены в чёрный цвет. А в новой партии я полностью золотистые отдал. А эти колёса... Шасси. Ну да. Они от вашего самолёта? От моего. Только таких я сделал 10 штук. Аж в позапрошлом году. Получалось, кто-то спрятал капсулы с бриллиантами в старые сувенирные самолётики. Прошлогодняя партия сувениров. Кому вы их дарили? Да не помню я. В кабинете журнал. Там всё записано. Так пойдёмте в кабинет. Присаживайтесь, товарищ следователь. Викторович, а когда это было? Перед днём Победы. Победы? Ага. Седьмое, восьмое. Сейчас у меня всё, всё по датам записано. Записано. Ага. Да, сделали 10 штук. Срочно. Кому подарили? Как ему? Отправили в министерство. Какое министерство? В министерстве иностранных дел? В министерстве иностранных дел был лишь один человек, который сопровождал французских лётчиков сейчас и был в делегации год назад. Он сам ненароком рассказал об этом. Николай Тихонович Лукашёв. Он же и предложил вручить французам сувениры. Следовательно, вёл справки. Оказывается, карьера Лукашёва в министерстве висит на волоске. На него есть сигнал. Он завёл во Франции любовницу. Спасает лишь то, что у него прекрасные отношения с руководством общества Франции СССР. Лукашёв недавно продал квартиру и машину. Предположили, что собирается стать невозвращенцем. Лукашёв всё ещё не покидал пределы в республике. Вместе с французскими лётчиками отправился в Киев. Вслед за ним вылетел следователь Гаврилюк и оперативник Остапов. В Доме культуры незадолго до выхода на сцену убивают ударом отвертки в шею бывшего авиамеханика советско-французской эскадрильи «Нормандия-Неман» Валентина Некрасова. Валентин готовился к выходу на сцену для радостной встречи с французскими однополчанами и вручения друзьям сувенирных самолётов. После убийства подарки исчезли. Выяснили, долгие годы по документам Степана Васильева, боевого товарища Некрасова, жил лётчик-истребитель Степан Долголёв. Сам Васильев погиб в автокатастрофе. Боясь разоблачения, Долголёв убил Некрасова. Преступление раскрыли, но следствию предстояло выяснить, куда исчезли сувенирные самолёты и бриллианты, спрятанные в них. Гражданин Лукашёв, вы задержаны. За незаконное задержание сотрудника Министерства иностранных дел. Знаете, что полагается? Прошу. Николя, что если учиться? Всё в порядке, Поль. Производственные вопросы. Мне нужно французов посадить в самолёт. Вас проводят. Спасибо. Так, граждане понятые, я прошу вас подойти сюда. Гражданин Лукашёв, вы подтверждаете, это ваш портфель? Да, мой. Так, прошу обратить внимание. Так, это у нас личные вещи. Галстук, рубашка, футляр, сувенирные ручки. Интересно. Граждане понятые, я прошу обратить внимание. А ну-ка, да. Камни? Гражданин Лукашёв, бриллианты. Откуда они у вас? Мои личные трудовые сбережения. Продуктивно работаете. Солидные сбережения. Я ничего противозаконного не совершал. Наши дипломаты очень хорошо зарабатывают. Покупать бриллианты не запрещено. А это тоже ваше личное сбережение? Впервые вижу. Да? На мой взгляд, очень похоже. Вещдок спутал карты Лукашёва. Дипломат понял, что любая его версия будет опровергнута. Да, я собирался вывезти бриллианты во Францию. И что тут такого? А, и остаться там, да? Говорил мне ваш замминистра, что вам доверия нет. Не остаться. Я так и знал, что мне в министерстве завидуют. Потому что у меня во Франции есть шикарная женщина. Я просто хотел ее обеспечить. Все. Лукашёв признался, план отправить бриллианты во Францию возник давно. Он продавал квартиру, машину, ценные вещи. И все вкладывал в бриллианты. А как возникла мысль спрятать бриллианты в самолете? Ну как, французы. Я же во Францию их уже возил. А французов на таможне досматривать не стали бы. У Лукашёва остался один из харьковских самолетиков. Знакомый умелец спрятал в нем капсулы. На хвосте самолета сделал малозаметную царапину, чтобы не перепутать. А как вы потом собирались вернуть свое добро? Подменить самолетики. У меня в Париже было несколько таких. Сказать французам нужно для выставки, а потом вернуть. Ну, они же одинаковые. Ну, мастер, который их делал, с вами бы не согласился. Да не знаю я такого. Лукашёв нашел способ обезопасить себя при прохождении таможни. Гостям в СССР прощалось многое. Самолетик с капсулами он передал Некрасову. Некрасову. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, товарищ Некрасов, сувениры. Только что с завода. Сюда клоните. Да не волнуйтесь вы так. Через 10 минут друзей обнимете. Как бы с ними обморок отчасти не приключился. Да, вы знаете, столько лет не виделись. Волнуюсь. Вот, ждите. Скоро вас вызовут. А где были капсулы в тот момент, когда вы бежали в кабинет? По полу разбросаны. Тут труп лежит, а я их собираю. Товарищ Некрасов, где же вы? Просим вас подняться на сцену. В любую минуту в кабинет могли зайти или заглянуть, поэтому Николай Лукашов действовал молниеносно. Ну что, гражданин Лукашов, судя по всему, вы не причастны к убийству Некрасова, поэтому мы отправим вас в Москву, и пусть там с вами разбираются. Прошу заметить, что мою подготовку к отъезду во Францию насовсем вам так же доказать не удастся. Я патриот своей страны. Ну, суд разберется. Уведите. Дело бывшего сотрудника МИДа Николая Лукашова расследовали долго. Он сумел убедить следствие, что оставаться во Франции не собирался. Просто хотел порадовать любимую женщину. За попытку контрабанды личных ценностей Лукашов получил 7 лет лишения свободы. Другой фигурант этого дела во время судебного разбирательства пытался доказать, что убил механика Некрасова, защищая свою жизнь, ее уклад. Но материалы дела свидетельствовали о том, что убийство было умышленным, иначе бывший летчик не принес бы с собой заточенную отвертку. Суд учел все обстоятельства дела, в том числе и сотрудничество со следствием, и приговорил Степана Долголева к 12 годам лишения свободы. Нина Щапова, которая присутствовала в зале суда вместе с дочерью Валентиной, требовала расстрелять убийцу отца ее ребенка. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Судья Херсонского областного суда Надежда Петрова очень торопилась на поезд. Когда она остановилась отдышаться, ее сбросили с моста. Петрова погибла на месте. Надежда Ивановна Петрова была опытным судьей. Начинала работать сразу после войны. В тот день женщина собиралась ехать в Винницу на открытие памятника экипажу танка, которым командовал в войну ее брат, герой Советского Союза. Петрова шла на поезд. Чемодан у нее был тяжелый, но такси женщина не вызвала. Она жила рядом с вокзалом. Первой версией следователя Николая Гольчука, которому поручили вести расследование, было убийство из мести. Женщина слала жестким судьей. Ей случалось вносить и смертные приговоры. Следствию нужно было тщательно проанализировать профессиональную деятельность погибшей. А пока милиция прочесывала район совершения преступления, надеялась задержать преступника по горячим следам. Недалеко от места преступления оперативники заметили двух парней. Они грелись у костра. Стоять! Подъем! Тихо, 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 успокоился. Успокойся, я тебе говорю, все, не дергаемся. Ваша работа? Нет, мы пришли, так и было. Огонь горит, никого нет. А вы, как юные пионеры, решили пожар погасить? Да не знаем мы ничего. Оперативники задержали парней. Рядом с костром стоял приметный чемодан. В огне горели женские вещи, недалеко валялась мужская кепка. Ну? И откуда у вас женские вещи, граждане? Нашли возле костра. А к костру подошли погребки. Хватит. Вы поживиться хотели? Вы судью убили. Какого судью? Мы вообще там только одного мужика и видели. Ну, к братану шли, в общагу. Судья? Судья – это женщина, которую убили и ограбили. А у вас целый набор женских вещей случайно оказался. Петр Храбров и Игорь Гулько уверяли, что приехали в Херсон из Каланчика за полчаса до того, как их задержали. Шли через мост, увидели костер, от него отходил какой-то мужчина. Рядом лежал чемодан. Смотри, Петрук, чемодан. Ого. И блестит что-то. Давай, давай подойдем посмотрим, может, что путящее найдем. Смотри. Смотри. Ничего себе, золото. Ты смотри, сколько тут. Смотри. Погнали к братану. Да, да, давай только погреемся немного, оно что не убежит от нас. Ну, давай. Класс. Кручал. Парни предвкушали, как они распорядятся нежданным богатством. Складно, только не верить. Ну, да говорю же я вам, что это все там как специально разложено было. Ну, да. Добрый дядя специально это для вас все оставил. Ну, ничье же. Почему и не взять? Ай, уведи их. Да не трогали мы никого вообще. Разберемся. Кепки, которую обнаружили возле костра, нашли несколько черных коротких волос. Эксперт-криминалист сообщил, что нужна тщательная экспертиза. Возможно, волосы крашены. Задержанные Храбров и Гулько светловолосые. Похоже, они не соврали. Кепку в огонь бросил кто-то третий. Позже выяснили, у задержанных с вещами судьи Петровой парней было стопроцентное алиби. В момент ее гибели Храбров и Гулько только подъезжали к Херсону. Женщину убил кто-то другой. При этом золотые вещи и деньги не взял, зато пытался сжечь содержимое чемодана. Муж погибшей судьи и заместитель командира воинской части Семен Петров уходил заступать в наряд, когда жена собиралась в дорогу. Он видел, как она положила в чемодан какое-то судебное дело. Старое. Листы бумаги были пожелтевшими. Муж даже спросил, что это. Жена ответила, что собирается пересмотреть давнюю историю. Возможно, именно за этими бумагами охотился убийца. Следователь встретился с давцом. Семен Петров сообщил, примерно за месяц до гибели жена получила письмо с угрозами, откуда-то из колонии. Вот оно. Жизнев. Такая у него фамилия. Да, 20 лет получил. Пишет, что не за что. А почему мы в милицию не сообщили? Надя сказала, что сама все сделает. Собиралась дело еще раз изучить. Этот осужденный полицай... Осужденный на 20 лет полицай Жизнев угрожал, что спалит к чертям собачьим судью, которая разбила ему жизнь. Надо было установить, где сейчас находится осужденный Жизнев. В архиве следователю сообщили, что дело полицая Жизнева взяла судья Надежды Петрова. Следователь решил, что, скорее всего, преступник за ней и охотился. Подробности дела ему посоветовали узнать у судьи Владимира Станиславовича Пузанкова. Он хорошо знал Надежду, когда она начинала работать. Старый судья рассказал, что Петрова хотела показать свою принципиальность и влепила Жизневу срок на полную катушку, хотя дело выглядело не таким однозначным. Надежды явно перегнуло. Фото осужденного нашлось в другом судебном деле. Константин Жизнев служил полицаем у немцев, но крови на его руках не было. Суровым приговором молодая судья самоутверждалась в глазах коллег. Большинство полицаев после войны получили наказание по 54-й статье Уголовного кодекса Украинской ССР. Статья предусматривала смертную казнь, но существовала негласная установка – высшую меру наказания применять только в особых случаях. Страна остро нуждалась в рабочих руках, поэтому изменников Родины приговаривали к длительным срокам лишения свободы. Большинство отбыли свой срок, что называется, от звонка до звонка, но некоторые выходили по амнистии или досрочно, если своим поведением и отношением к труду они доказали, что исправились. Как правило, жизнь после колонии у бывших пособников фашистов складывалась трудно. Ограничения в приеме на работу, бойкот соседей, угрозы и ненависть тех, кто потерял на войне родных и близких. Граждане судьи, я не был прямым исполнителем тех зверств, которые чинили гнусные фашисты над нашим народом. Но я признаю себя и признаю, что я был прямым соучастником всех этих деяний. Соседи Петровых рассказали оперативникам, что в последнее время вокруг дома крутится какой-то старик очень благообразного вида. С их слов, художник нарисовал портрет старика. Нетрудно заметить, что он похож на фото Жизнёва из дела. Следователь Николай Гольчук выяснил, Жизнёв освободился совсем недавно. Из мест лишения свободы он должен был приехать к семье в городок Голая пристань. Ну вот, недавно припёрся. А на кой он мне? Да, Гриня? Всю жизнь не могу отмыться. Полицая его подстилка. А ведь мы женаты были. Знать его не хочу. Не отец он мне. Я ему письма писала в колонию изредка, но сын был против всякого общения. Ну, Клава, почему ты не говорила книжке, что писала мне? Да ненавидит он тебя. Сыночка. Сыночка. Какой я тебе сыночка? Припёрся. Ты кто такой, дядя? Гришка, ты чего? Гришка. А как ты хотел? Как не хотел? Я тебя никогда не видел. И видеть я тебя не хочу. Гриша. Я всё помню. Я всё помню, что было. Если ты, мать, будешь с предателем, то меня здесь не будет. Уж прости, но сын мне дороже. Я тебя прошу, уходи. Ты же знаешь, что не виноватый я. Что меня засудили, Клава. Знаю, но ничего не изменить. Не муж ты мне. И Гришке ты не батька. Развод оформлю официально, по закону. Будет тебе развод, ведьма. Будь ты проклята. Будь ты проклята, ведьма. Будьте все вы прокляты ведьмы. Да говнитесь синим пламенем. И куда же он сейчас делся? Да всё равно мне, куда он делся. Не было его. Жили. И сейчас проживём. Ну да уж. Крепко вы его приложили. А он нас всю жизнь искалечил. Мне, Гришке. Сестра у него есть, кажется, в Геническе. Может, он туда поехал. Жизнёву было за что мстить судье Петровой. С суровым приговором она сломала жизнь ему и его семье. Следователь подал ориентировку на Константина Жизнёва. Из Геническа сообщили, что тело разыскиваемого находится в местном морге. Записка вот. Жизнёв писал, что он устал от скотской жизни и решил уйти. Он свёл счёты с жизнью за два дня до убийства судьи Надежды Петровой. Нужны были новые версии. Следователь Гольчук отправился в суд, где работала Петрова. В кабинете судьи Петровой в присутствии представителя суда Василия Маркина провели обыск. Следователь Гольчук обнаружил в шкафчике стола несколько коробок папирос и бутылочек с валерьянкой. Нервозность и подавленность судьи Маркин объяснил тем, что женщина заподозрила мужа в измене. Даже близким было известно, что супруга говорила об этом с мужем, но тот, конечно, всё отрицал. Семён Петров и его жена пять лет прожили в ГДР, где муж служил замполитом полка. Прекрасная должность в прекрасном месте. На службе за границей мечтали все советские офицеры. В ГДР существовала традиция. На аэродроме дембеля бросали только что призванным духом ремни и кричали «вешайтесь». Служба у срочников и в самом деле была очень тяжёлой. Бесконечные проверки и муштра именно в ГДР впервые додумались на территории военных частей красить траву зелёной краской. Зато офицеры были очень довольны. Получали две зарплаты. В советских рублях и в восточно-германских марках. Первая сразу перечислялась на сберкнижку в СССР. Размер второй зависел не столько от звания, сколько от занимаемой должности. Немецкую зарплату тратили на покупку дефицитных вещей для себя и на продажу. Так просто попасть за границу для несения службы офицеру удавалось редко. Для этого нужны были связи в штабе и военкомате. Следователь узнал в военкомате. Петрова снова собрались отправлять в Германию. Учитывая его возраст, это была последняя возможность заработать на обеспеченную жизнь будущего военного пенсионера. Конечно, если бы подполковник развёлся или жена заявила о его аморальном поведении, с планами пришлось бы распрощаться. За Семёном Петровым установили наблюдение. На одной из улиц Петров встретился с молодой женщиной. Она села в его машину. Оперативник Григорий Буяновский, который следил за безутешным вдовцом, отправился следом за парочкой. Буяновский установил, что спутницей подполковника Петрова была военврач Тамара Жукова. 36 лет, не замужем. Женщина красивая. Они потом к нему домой поехали. А жена-то постарше была. И женаты были давно. Мужчина невысокого роста, коренастый. Оперативник вспомнил. В день убийства свидетель видел невысокого коренастого мужчину в кепке, который развёл огонь и жёг вещи убитой судьи. Под это описание подходил муж Петровой. А помните, эксперт говорил, волосы на кепке крашеные? Говорил. Так вот у Петрова, по-моему, крашеные. Опа! И анкета для поездки за границу не испорчена. Ты понимаешь? Ну вот смотри. Жена погибла. Горе, да? А, кстати, кто-нибудь его алиби подтвердил? По дороге на железнодорожный вокзал убита судья Надежда Ивановна Петрова. Женщину сбросили с моста. Основным мотивом убийства следствие считает профессиональную деятельность погибшей. Среди осуждённых следователь обращает внимание на бывшего полицея Константина Жизнёва. После войны тогда ещё молодая судья Петрова вынесла ему слишком суровый приговор. Близкие Жизнёва отвернулись от него. Недавно он освободился. Быть может, именно Жизнёв отомстил судья за несправедливый приговор. Но следователю сообщают. Бывший полицай покончил с собой за несколько дней до убийства Петровой. Сыщики выясняют. Надежде Петровой изменял муж. Она знала об этом и грозила испортить ему карьеру. В ходе наружного наблюдения за Петровым выяснили. Он встречается с молодой любовницей. Кстати, кто-нибудь его алиби подтвердил? Посмотрите, все как бы и видели его, но определённости нет. Надо с ним побеседовать. Интересно, что он нам запоёт? Да пропади оно всё пропадом. Да, есть женщина. Жизни не было. Я подполковник. Мне казармы на службе хватает. Она мне казарму дома устроила. А Надежда Николаевна была властной женщиной. Хуже любого старшины. Как сказала, должен сделать. Хоть убейся. Слово против – скандал. В то время, когда убили вашу жену, у вас не было войсковой части. Можете мне не рассказывать о вечерней поверке. И она началась позже. Не было. У Тамары был. Срочно нужно было лекарство привезти её матери в Чернобаевку. Жукова с трудом через знакомых военврачей достала гемодез, который матери нужно было вводить внутривенно после операции. Успеем. Проверим, проверим. Лучше скажите, дело, которое брала ваша жена в архиве, дома не отыскалась? Или где-то там, может быть, здесь? Это не оно. Вдова найденного брата попросила переслать письма и фотографии. Лиза Грушко. А брат недавно умер? Погиб. В 1944-м при освобождении Венеции. Герой Советского Союза, танкист. А женился на фронте или ещё до войны? На фронте. Лиза медсестрой была, части рядом стояли. А вдова живёт в Венеции? В Чернигове. Петров рассказал, что покойная жена очень любила брата и тепло относилась к его жене. В годы войны они виделись лишь один раз, сохранилось даже фото. Потом брат погиб. Женщины потерялись. Недавно нашли друг друга. А Москва почему? Надя всю войну в Москве была. А зачем Лизе фото? Я ей позвонил. Рассказал, что случилось такое. Она мне говорит, у меня никакой памяти не осталось ни о брате, ни о Наде. Попросила фотографии. Пять месяцев назад Надежде Петровой позвонили из Винницкого обкома партии и сказали, что собираются открывать памятник её брату Виктору Грушко. Дали телефон его вдовы. Женщины созвонились. Вы мне дайте адрес вдовы, и я бы посмотрел документы, и я потом сам ей перешлю. Хорошо. Пожалуйста. В недописанном письме Надежда Петрова писала, что очень ждёт встречи с невесткой в Виннице. Больше 20 лет не виделись. И мягко укоряла Елизавету за то, что та не смогла прийти к поезду. Скажите, а о каком поезде писала ваша жена? Ну, там, где Лиза не вышла. А, Надя с месяца назад по работе в Минск ездила. С Симферопольским поездом. А в Чернигове он стоит минут 25-30. Петров вспомнил, что жена очень надеялась, что Елизавета, которая живёт в Чернигове, подойдёт на перрон, чтобы они увиделись. Но та не сумела вырваться. Когда в Винницком обкоме партии приняли решение об открытии памятника танкистам, заводилом разыскала жену и сестру Виктора. Просила переслать скульптору фотографии героя. Вскоре скульптор выслал рисунок макета памятника и сам позвонил судье Петровой. Она с ним поругалась. Изображение на брата не похоже. Надежда считала, что всё сделано на тяпляп. Скульптор кричал по телефону о сроках, но судья настаивала, брат был другим. Её поддержала вдова героя. Общее дело сблизило женщин. Они стали перезваниваться и переписываться. Надя даже отправила Лизе свою фотографию. Лиза в ответ своё фото не прислала. Стеснялась своих фронтовых шрамов и ожогов. Наде казалось, что Лиза оттягивает их встречу, потому что слишком стесняется своей внешности. И очень надеялась, что они наконец увидятся на открытии памятника. Без вариантов. Пять человек видели его. Ну, столько людей не сговорится. Алиби Семёна Петрова подтвердили родственники его любовницы Жуковой. Он и в самом деле был в Чернобаевке в то время, когда убили его жену. Говорит, очень симпатичная женщина. Хотя коренастая такая, небольшого роста. Но ни шрамов, ни ожогов. Ты знаешь, ни шрамов, ни ожогов. Он так участковый сказал, который документы ей передавал. Изучив письма и документы, следователь собирался переслать их в Чернигов. Но тамошние коллеги сообщили, вдова героя неделю назад уехала в Винницу. Два дня назад участковый Сахаров принёс пакет с документами в мастерскую скульптора Игната Рудова. Его адрес ему дали в гостинице, где уже неделю жила вдова героя Елизавета Грушко. Из Кирсона передали. Спасибо вам, товарищ Сахаров. Так жалко, бедную Наденьку. Вот так, Гриша. Собирайся, едем в Винницу. Будем знакомиться с женщиной-красавицей, у которой лицо в шрамах и ожогах. На открытии памятника участковый Сахаров показал следователю Гольчуку скульптора, автора постамента. Рудин, Рудин, скульптор, насточертело всё. Ну вот, нормальная женщина. Сестра эта, судья, сумасшедшая. Прости, Господи, что я так покойница. Ну и чем же она вам покно солила? Всем требовала, чтобы я без неё ничего вообще не делал. Игнат Рудов жаловался на деспотизм покойной Надежды Петровой. Он не вытерпел, позвонил Елизавете и сказал, сестра героя решила ехать на несколько дней раньше. Вот вы сами приезжайте и убеждайте её. Елизавета Антоновна, здравствуйте. Здравствуйте. А мы знакомы? Следователь Гольчук из Херсона. Я расследую убийство вашей зловки. Бедная Надежда. Я рад, что ошибся муж Надежды Николаевны. А в чём, простите, он ошибся? Да, глупость сказал. Будто бы ваше лицо в ожогах. Да нет, руки. Мужчины часто всё путают. Они невнимательные. Извините, мне пора начинать. Следователь сознательно пошёл на провокацию. Оперативник Буиновский внимательно наблюдал за реакцией женщины на слова Гольчука. Я хочу сказать несколько слов нашим героям. Все видели, как волнуется вдова героя. Это вызывало понимание и сочувствие. После выступления Елизавета Грушко направилась к себе в гостиницу. Следователь и оперативник последовали за ней. В гостинице женщина пробыла недолго. Вышла с тяжёлым чемоданом. А это Елизавета Антоновна, оперативник Григорий Буиновский. Он тоже расследует убийство вашей зловки. Что вы от меня хотите? Я опаздываю на поезд. А давайте с нами проедем. Делайте, что хотите. Нам в другую сторону. Прошу. Скорый отъезд Елизаветы Грушков, давый герой Советского Союза Виктора Грушко, очень походил на побег. В её чемодане не оказалось писем и фотографий, которые ей передал участковый. Свою нервозность и внезапный отъезд Грушко объяснила тем, что очень переволновалась на церемонии открытия памятника. Елизавета требовала, чтобы следователь прекратил издеваться над памятью её покойного мужа. Потом просто замолчала. Так что допрос не состоялся. Женщину привезли в Херсон. Следователь Гольчук назначил необходимые экспертизы. А также навёл справки о военном прошлом Грушко. В Одессе проживал Николай Савельев, командир части, в которой служила Грушко в годы войны. Савельев многое мог рассказать. Николай Борисович Савельев заявил следователю, что он прекрасно помнит всех врачей и медсестёр своей части. Это не она. Совершенно точно помню. Лизу Малышкину я очень хорошо знаю. Была прекрасная, добрая девушка. Малышкину? Да, это её девичья фамилия. Потом она вышла замуж. Зовите Грушко. Хороший, прекрасный парень был. Герой Советского Союза. Ну хорошо. А женщина на фото вам никого не напоминает? Напоминает. Сейчас, одну минуточку. Вот оно. Угу. Похоже. А кто эта женщина? Наиля Неязова. Кстати, кажется, из Орла. Хорошая подруга Лизы. А что вы ещё о ней знаете? Ну, нам сообщили, что они когда перевозили раненых в госпиталь и попали под обстрел. Командир медчасти рассказал, медсестра Неязова успела отслужить несколько месяцев. Призвалась после освобождения оккупированной территории. За год до этого выступала свидетелем в суде над полицаями. Потом это бомбёжка по дороге в госпиталь. Тела не нашли. Да что там найдёшь? Пропали без вести. Выходит, в прошлом у Неязовой была какая-то связь с полицаями. Возможно, сейчас женщина живёт под чужой фамилией. Следователь Гольчук получил командировку в Орёл. В областном архиве ему выдали следственные дела. По дороге на железнодорожный вокзал убита судья Надежда Ивановна Петрова. Женщину сбросили с моста. Сыщики выясняют, убитый изменял муж. Она знала об этом и грозила испортить ему карьеру. В ходе наружного наблюдения за Петровым выяснили. Он встречается с молодой любовницей, но у Петрова на момент совершения преступления – алиби. Он рассказал, что в день убийства Надежда спешила на поезд в Винницу, где открывали памятник её брату, погибшему во время войны. Там же она надеялась встретиться с вдовой брата Елизаветой Грушко. Женщины переписывались уже несколько месяцев, но Лиза отказывалась присылать свои фотографии. Надежда объяснила это тем, что у неё было изуродовано лицо, последствия военного ранения. Следователь решил лично поговорить с вдовой героя и очень удивился, когда увидел симпатичную женщину без шрамов и ожогов на лице. Выходит, в прошлом у Неязовой была какая-то связь с полицаями. Возможно, сейчас женщина живёт под чужой фамилией. Следователь Гольчук получил командировку в Орёл. В областном архиве ему выдали следственные дела. Следователь изучал дела о судах над полицаями, которые начались ещё во время войны. Есть. Вот же она. В одной из папок Гольчук обнаружил протокол допроса Наиле Неязовой и фото девушки. Сопоставление этих фотографий неопровержимо доказывало. Наиле Неязовой живёт под чужой фамилией, как вдова героя Советского Союза. Встреча с родной сестрой Виктора Грушко стала бы для неё катастрофой. Надежда видела невестку всего один раз, но перепутать девушек было невозможно. В Чернигове по месту жительства Неязовой Грушко провели обыск. Нашли мужской костюм её размером. Тамошние сыщики установили, что за два дня до гибели Петровой Неязова взяла на работе неделю отгулов. Объяснила тем, что по просьбе скульптора должна присутствовать на завершающем этапе работы над памятником. После получения результата в экспертиз, следователь Николай Гольчук имел на руках факты и понимал, как говорить с той, которая больше 20 лет жила под чужой фамилией. Наиля Раисовна, вас по фото опознал также подполковник медицинской службы Савельев, командир части, в которой вы служили. Ну, он человек пожилой, и я не говорил ему, чтобы он ехал сюда. Не надо. Николай Борисович, мне неудобно было бы в глаза ему смотреть. Совесть, значит, заела. Рассказывать будем? Пришло время рассказать, чтобы камень с души снять. Меня ведь Витя любил сначала, а потом его Лиска увела. Неязова рассказала, что затаила обиду. Виктор погиб посмертно, получил звание героя, а они с Лизой попали под бомбежку. Елизавета погибла, но уцелели ее документы и несколько их совместных фотографий с Виктором. Вот я и решила после войны, что хоть как-нибудь рядом с Витей побуду. А как вам удалось сделать так, чтобы никто не заметил, что на фотографиях другое лицо? Неязова рассказала, все документы обгорели в пламени и были в крови. Фото из документов она сорвала. Да и сама долгое время в госпитале лежала. Все тело до руки в ожогах. Гражданка Неязова, это только одно из ваших преступлений. Других за собой не знаю. За это готова понести наказание. По закону. А по закону вы будете отвечать за убийство. За убийство гражданки Петровой. Глупости. Я эту сумасшедшую в глаза не видела. И в Херсоне никогда не были. Никогда в жизни. Гражданка Неязова. Мы сейчас будем проводить опознание. Гриш, проведи гражданку Неязова, пусть переоденется. А переодеваться зачем? Что этого выдумали? Не я. Я, вы, ваш костюм, у вас дома нашли при обыске. Прошу. Гражданин Храбров, вы когда-нибудь видели кого-то из этих гражданок? Так это ж бабы. А там мужик был, я ж говорил. Не бабы, а женщины. Вы бы лучше внимательно посмотрели. Точно. Да. Да, да, вот ее у костра я видел. Да, да, я еще за мужика ее принял возле костра, там, в лесу. А при каких обстоятельствах вы видели эту гражданку? Храбров рассказал, что именно эта женщина, одетая в мужской костюм, в тот вечер сжигала вещи из чемодана убитой судьи. Давай подойдем посмотрим, может, что путящее найдем. Гражданка Неязова. Вот это вам знакомо? Нет. А вот экспертиза установила, что на головном уборе ваши волосы и краска для волос одна и та же. Я все расскажу. Улики загнали Неязову в угол. Она стала давать признательные показания. Поподробнее. Как оказались у вас документы? Когда Лизку убили, я их в пламени увидела. Сразу после освобождения Орла Неязова попала под подозрение, как пособница немецких оккупационных властей. Тогда доказательств и свидетели не нашли. Наиля пошла на фронт. Она понимала, закончится война и за нее снова возьмутся. Тут помог случай. Во время бомбежки погибла Лиза. Ее документы были в крови. Фото не разобрать. Красавцы. Витька погиб уже. И Лизка тоже. Что если... Сидя возле изувеченного тела Елизаветы Грушко, Наиля Неязова сделала свой выбор. Значит, никакой любви с тонкистом Грушко у вас не было? Нет. Витька от Лизки сразу с ума сошел. Да и какая им теперь разница? А как у вас возник умысел на убийство Петровой? Она хотела со мной встретиться. Ехала через Чернигов. Звала меня к поезду повидаться. Но вы на перрон не пришли. Нам муж убитый рассказал. Да. Но она бы от меня не отстала. Лизонька, памятник это навсегда. Я вспомню вас, Светенька. Такие счастливы. Да. Счастье было. Витя... А этот дурак-скульптор. Хочет из него сделать какого-то чужого. Битюшку нашего. Когда я ей написала, что у меня лицо якобы... все в ожогах и шрамах, она мне ответила, какая разница, я что, не узнаю тебя, что ли? Ну и вы поняли, что она вас не узнает, потому что вы не Лиза. Скульптор звонил, говорил, что она как с цепи сорвалась. Горозилась приехать и всех засудить. И после этого вы решили ее убить? Встреча с Петровой стала бы для Неязовы разоблачением. Она выехала в Херсон, подстерегала Петрову на улице, но удобного случая все не было. Оставался последний шанс, когда Петрова торопилась на поезд. Неязовой показалось, что Петрова успела разглядеть ее лицо. Не раздумывая, она столкнула судью с моста. Горозилась, что все фото с письмами привезет. А какие документы были в чемодане? Фотографии и папка старая, с бумагами какими-то. Я все сожгла. И что потом? Потом уехала домой на поезде. Ну, это фотография, письма. Зачем они вам? Ведь вы Петрова убили. Думала, что так спокойнее будет. Приехав домой, Неязова дождалась, пока Семен Петров позвонил ей и сообщил о смерти жены. Она плакала в трубку и просила выслать письма и фотографии. Понимаю, понимаю. Страх разоблачения. Но ведь по срокам давности, по-настоящему-то вам ничего не угрожало. Думала об этом. Но она ведь судья. Законы знала. Если бы разоблачила меня, засудила бы. За брата бы мстила. Сами себе жизнь искалечить. Что теперь об этом говорить? Подсудимая настаивала, что совершила убийство по неосторожности. Но суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал Наилю Неязову виновной в умышленном убийстве Надежды Петровой. Суд принял во внимание сотрудничество подсудимой со следствием, ее хорошую характеристику с места работы и приговорил ее к 14 годам лишения свободы. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Воскресным утром Марьяна Михайловна Ивакина вернулась из отпуска. Она отдыхала на горнолыжном курорте и даже представить не могла, какой сюрприз ее ждет дома. Привет. Привет, птичка моя. Узнала? Мамочка дома. Господи, здрасте, пожалуйста. О, уже. 28 января 1979 года гражданка Ивакина обнаружила труп в своей квартире. Погибший ее родной брат Александр Михайлович Беленький. Все выглядело, как будто мужчина свел счеты с жизнью, повесившись на крюке для люстры. Видимых причин для суицида у Александра не было. Есть жена, двое детей, ценят на работе. Не верил в самоубийство и судмедэксперт. На теле покойного нашли свежие синяки. Имелись и другие улики, которые указывали, что Беленькому помогли уйти из жизни. На место преступления прибыл следователь Владимир Иванович Арапов. Всем день добрый, если он, конечно, добрый. Здорово. Володь, раз приехал, поставьте. Поставьте, поставьте. Я тебе сразу покажу. На грудной клетке один след. Второй. На теле покойного судмедэксперт обнаружил следы от ударов. На шее, немного ниже стронгуляционной борозды, виднелся след от веревки. По всей видимости, его задушили. Ясно. Уносите. Какая-то не очень надежная веревка. Тоже заметили? И не она одна. По мнению криминалиста, табурет, которым якобы воспользовался самоубийца, был очень неустойчивым. Мы с Макаром проверили. Невозможно на таком держать баланс. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуй, Макар. А там на кухне прекрасные прочные табуретки. Интересно. Это вещи покойного? Да, видимо, на охоту собирался. Странно, что все это в квартире сестры. Как он здесь оказался? Криминалист рассказал следователю, что, по словам Марьяны Ивакиной, брат в ее отсутствии заходил поливать цветы и кормить канарейку. Значит, собрался на охоту, пришел покормить канарейку и повесился. Что-то еще? Ну, пальчики я отснял. Кстати, один из них был на крюке. Отлично. Макар, соседи опрашивали? Пока нет. Давай-ка займись этим делом. Сделаем. Да, еще. Тут на подоконнике какое-то пятно маслянистое. Похоже на смазку. Ну, точно скажу позже. Скажи, какое дело? Человек сюда цветы заходил поливать. А такое впечатление, что жил тут? Коллеги. Вот книжка. Когда следователь открыл книгу, его внимание привлек библиотечный штамп. А что, у нас Горьковка стала на руки книги выдавать? Зарубежный детектив, сборник, чейз, рисли, сноу, смерть под парусом. О, а это я видел. В смысле? Кино. Рижская киностудия снимала. И как? Не про нас. Нам бы такого убийцу интеллигентного. Экранизации зарубежных детективов в Советском Союзе снимали в основном прибалтийские киностудии. Ригу, Вильнюс и Таллин легче всего было выдать за Лондон, Париж или Амстердам. Эти города в шутку называли «наша заграница». Там все было другое. Машины, кафе, витрины. По-другому одевались люди. Из прибалтийских детективов советский зритель узнавал, что перед ужином можно выпить немного коньяка, а шампанское оказывается не просто новогодний напиток. Его подают к легким рыбным закускам. В те годы на слуху имена актеров длинные и труднопроизносимые. Донатос Банионис, Арнис Лицитис, Регимонтос Адамайтис, Янис Паукштелла. Истинные поклонники прибалтийского кино могли без запинки и без ошибок произнести необычные имена и фамилии любимых артистов. Прикуси язык свой, пьянь. Сашенька никогда Валечке не изменял. Да не орет. Я за что купил, за то и продаю. Да я тебе сейчас продам! Класса твои бесстыжие! Так, гражданка Ивакина, прекратите толкать гражданина Шанишкина и сделайте шаг назад. Это все, что было в рюкзаке? Все. А ружье? Оружья нет. Сережа, тебе не кажется, что это маловато для охоты? Да и не похож он на заядлого охотника. Такие, как он, обычно в компаниях охотятся. Так, для развлечения. Резонно. Ладно, ты тут заканчивай, а я посмотрю, что там за шум. Книжечку-то верни. Прости. Так, что за крик? Макар, что происходит? Я просил соседей и выяснил, что вчера около четырех часов из квартиры Ивакина вышла девушка. Гражданин Шанишкин это утверждает, а гражданка Ивакина не согласна. Гражданин следователь, ну нельзя ему верить. Он соврет, недорого возьмет. А у Сашеньки, у него же жена, детки, племянники мои. Бабник был твой братец. Может, это жена была? Да куда там? Знаем мы его жену, она светленькая. А там была черная, как цыганка. И с этим миноклем. С чем? С миноклем. Говорю же, пьянь. Он, с биноклем. Ну, выдумал же все. Я из-за этого бинокля ее и запомнил. У меня батя с фронта такую же привез. Отличная вещь, скажи я вам. Мерзавец, просто мерзавец. Я дура. Идиотка. Из квартиры Ивакиной вышла девушка. Она была чем-то очень расстроена, кого-то ругала. Мужчине это показалось странным. Он знал, что хозяйка квартиры в отъезде. О, а еще этот бинокль. Я сразу подумал, что за дела? Да не о чем тебе думать. А писать сможете? Запросто. Значит так. Бинокль. Пальто светлое, волос черный. Рост, лицо. Лицо. Не, ну я сверху смотрел. Мне лица не помню. Ну, и верь такому. Экспертиза подтвердила догадки судмедэксперта. Александр Беленький был убит. Его вначале задушили, а уж потом повесили, чтобы скрыть следы преступления. К показаниям соседа насчет гостей с биноклем оперативники отнеслись серьезно. Дело в том, что обнаруженные на подоконнике следы маслянистого вещества были приборной смазкой. Такой обрабатывают в том числе и металлические части бинокля. Отпечаток пальца, снятый криминалистом с крюка, не принадлежал ни убитому, ни его сестре. Мог ли это быть отпечаток убийцы? Каков был мотив преступления? У следователя было много вопросов. Он рассчитывал, что на некоторые из них сможет ответить жена убитого Валентина. Проходите. Все свои бумаги Саша здесь хранил. Ваш муж любил читать, как я посмотрю. Да, он увлекался детективами. Мечтал и сам написать. Я здесь осмотрюсь. Не возряжайте. Смотрите, пожалуйста. Валентина Дмитриевна, скажите, вы не знаете, кто мог желать смерти вашему мужу? Если бы я знала, он с соседом повздорить мог, кто-то громкую музыку включал. В магазине наглядца на место поставить мог. Но это нас не очень интересует. А в вашем окружении молодая черноволосая женщина есть? Дело в том, что в день убийства на месте преступления как раз видели молодую черноволосую женщину. Я вас прямо спрошу. Как вы думаете, у вашего мужа могли быть близкие отношения с другой женщиной? Вы такое спрашиваете? У меня двое маленьких детей. Мне некогда об этом думать. Такие вещи обычно чувствуют. Он мне не изменял. Правда, в последнее время на охоту стал часто ездить. Почти каждые выходные. И на работе задерживаться стал. Но я честно не думала. А где он ружье свое хранил? И еще, у вашего мужа был бинокль? Ружья не было. И бинокля вроде тоже. А как это без ружья и на охоту? Дело в том, что он свой охотничий билет совсем недавно получил. И ружье еще купить не успел. Но домой не приносил. А на охоту он с другом за компанией ездил. А что за друг? С Ильей Орликовым. Как вы сказали? Илья Орликов. Товарищ следователь, смотрите. Знакомый штамп. Я стол посмотрю, хорошо? Смотрите, конечно. А у вас что, кто-то в Горьковке работает? Я смотрю, много книгок будет. Нет. Может, у Ильи. А Илья это кто? У Илья Орликов. Друг Саши. Владимир Иванович, кажется, здесь тайник. Судя по всему, здесь двойное дно. А ну-ка. Так. Бывает же. Увидев содержимое конверта, найденного в письменном столе, следователь был озадачен. Вот эти записи. Из них следовало, что последние две недели Беленький за кем-то следил. Объект наблюдения значился в записях как бородатый. Также в конверте был чертеж, похожий на план квартиры с указанием тайника. Валентина Беленькая не смогла объяснить, зачем ее муж прятал конверт и за кем он следил. Арапов надеялся, что друг убитого Илья Орликов, еще один страстный любитель детективов, сможет в этом помочь. По словам жены, Орликов и ее муж были не только старыми друзьями, но и коллегами. Они давно работали вместе в одном отделе. Так, Беленький уже две недели находится в отпуске за свой счет. Как так? Жена была уверена, что он на работу ходит. А вы же после ее жены все рассказываете. Видите ли, произошла неприятная история. Беленький не должен был уходить в отпуск. Но так получилось. Что значит, так получилось? Ну ладно, все равно же все узнаете. По словам начальника, за несколько дней до Нового года, когда отдел собирался праздновать, произошло ЧП. Беленький и его лучший друг Илья Орликов устроили драку. Стоп! Стоп, я сказал, стоп! Прекратите, сказал, стоп! Разошлись! Вам же еще работать вместе, что вы себе позволяете? Во! Видал? Увольняйте! Я с этой мразью работать не буду! Успокойся! Да пошли вы все! А как вышли после Нового года, они то в столовке сцепятся, то в курилке, а потом Орликов вообще написал заявление на увольнение. А вы что? Ну, а что я? Орликов ценный человек. Без него отдела никак. Ну, и Беленький, непосредний человек. Старший инженер. Вот что бы вы на моем месте сделали, скажите, пожалуйста. Ну, вот пришлось уговорить его написать заявление на отпуск за свой счет. Ну, я ведь как считал, ну, пойдет человек в отпуск. За это время Орликов немножко успокоится. Заберет заявление. Все будет нормально. А не заберет. За это время мы бы подыскали для Беленького другое место. Все будет нормально. В своей квартире Марьяна Ивакина обнаружила труп родного брата. Александр Беленький висел на веревке, переброшенной через крюк для люстры. Следствие считает, Александра задушили и уже мертвым повесили. На шее виднелся след от веревки, расположенные ниже стронгуляционной борозды. На теле следы от ударов. Сосед Марьяны рассказал, ее брат был бабником, часто изменял жене. Накануне он видел, как из квартиры выходила черноволосая женщина, в руках несла бинокль. Во время осмотра жилища самого погибшего оперативники обнаружили тайник, в котором хранились записи. Из них стало понятным. Беленький за кем-то следил. Да, странная ситуация. Они же вроде друзья были. Еще какие, но только вот что случилось, понятия не имею. А что сказали? Из-за чего ссоры? А что сказали? Молчат, как два барана. Слово не вытащишь. Орликов сегодня на работе? Я хочу с ним поговорить. Нет, приболела на больничном. Прошу прощения, Семен Маракович, вам там из главпроекта звонят. Говорили срочно. Ну, хорошо. Извините, я тебя звоню. Спасибо. Давай, Макар, вези этого друга закадычного Орликова ко мне, посмотрим на этого больного. Хорошо. Илья Орликов и Александр Беленький познакомились больше десяти лет назад. Оба увлекались детективными романами и ездили вместе на охоту. Своей семьи у Орликова не было, поэтому он любил проводить время в семье Беленьких, где его считали практически родственником. Что же могло произойти между старыми друзьями? Следователь понимал, что причина ссоры должна быть очень серьезной. Она вполне могла дать Орликову мотив для убийства. А вот так ли это, предстояло выяснить. Ожидая, пока оперативник доставит Орликова на допрос, Арапов пересматривал записи, найденные в тайнике стола. Следователь так и не нашел ответа на вопрос, кто значился в этих записях. Кем был этот Бородатый, за которым следил Беленький? 15 января, 15.30, Бородатый скрыл тайник. 20 января, 21.30, Бородатый снова на квартире. Они заодно, заодно. Проходите. Здравствуйте, товарищ Орликов, Илья Геннадьевич. Как ваше здоровье? Спасибо. Проходите, присаживайтесь. Увидев Орликова, Арапов предположил, что Беленький следил за бывшим другом. Не понимаю, зачем я здесь? А я вам сейчас объясню. Дело в том, что я разговаривал с вашим начальником, и он мне рассказал, что в последнее время вы враждовались с Беленьким. Дело доходило до драк. Моя личная жизнь вас не касается. Или вы меня подозреваете? Сашку я не убивал, а тому, кто это сделал, я бы с удовольствием пожал руку. И как это понимать? Как хотите, так и понимаете. Граждане Орликов, я не ваш начальник, нянчиться не стану. Запру в СИЗО до выяснения всех обстоятельств. Говорите, что у вас там с Беленьким было. Да жизнь он мне сломал. Ну, это если вкратце. Из дальнейших показаний Орликова стало ясно. Ссора между друзьями произошла из-за девушки. Орликов был влюблен. Хотел жениться, но ему перешел дорогу бывший друг. Мы подрались. Он разбил мне лицо. Вот такой это у меня друг. Беленький у вас с невестой вел. Да. Я бы еще понял, если бы это любовь была. Так, поматросил и бросил. Такая маленькая интрижка. По словам Орликова, незадолго до Нового года он узнал о романе Беленького с его невестой. Что ты хочешь? Что у вас с Лизой? Ты ее любишь? Илюша, не будь ребенком. У меня жена и двое детей. Что-то я не понял. Тебе что, Лиза? Потаскуха дешевая? Поматросил и бросил. А что ты завелся? Она вообще сказала, что вы просто друзья. Так меня бы спросил. А ты ее сразу в постель. Во-первых, не я ее. А она меня. Извинись. Не буду. Извиняйся. Да не буду ей извиняться. Какая же ты мразь. Стоп! Стоп, я сказал, стоп! Прекритите, сказал, стоп! Разошлись. Вот такой вот у меня друг был Сашка. Гад. Прекрасная история. Мы с Макаром даже прослезились. Да дело вот в чем. Жена Беленького утверждает, что последний месяц, каждое воскресенье, мы с ним ездили на охоту. Да врал он. Что тут непонятного? И это кто-то может подтвердить? Послушайте, если бы я захотел его убить, я бы это сделал тогда в коридоре. Да, я его ненавидел. Но убить никогда бы не убил. Почему? У него двое маленьких детей. Так, мужик, он, конечно, дерьмо. А вот как батя хороший. Посмотрите сюда. Обратите внимание. Это записи Беленького. В них он указывает на некого Бородатого. Что вы можете сказать по этому поводу? Вы хотите сказать, он следил за мной? А у вас есть какая-то другая версия? Есть. Сашка любил детективы. Он постоянно у него блокнот был. Он постоянно записывал туда всякие детали, наблюдал за людьми. У него глаз, как у сыщика. Да вы по датам посмотрите. Я же тогда без Бороды был. Я ее только сейчас начал отращивать. Это все подтвердят. Складно. Ваш друг любитель детективов. Да, кстати, он хотел написать детективный роман. Точно. Ладно. Нам нужно снять отпечатки ваших пальцев. Макар, проводи. Да, и вот еще что. Где мне найти вашу Лизу? Как ее полное имя? Елизавета Макутенко. Работает в Горьковке. Живет тут недалеко, на Бебеле. В Горьковке? Ну да, в хранилище. В хранилище? Ну да. Теперь ясно, почему Горьковка книги на дого дает. Пальчики Орликова не совпали с отпечатком, найденным в квартире Ивакиной. Что же касается алиби бывшего друга, он действительно в момент убийства находился дома. В тот день у его соседей сверху лопнула труба под ванной, и он помогал устранить утечку. А потом вместе ждали сантехника. Следователь решил встретиться с любовницей, убитого Елизаветой Макутенко. Густые черные волосы, смуглая кожа, как у цыганки, именно так описал незнакомку, которая выходила из квартиры, сосед. Конечно, хрупкая девушка не могла совершить убийство. У нее не хватило бы сил ни задушить Беленького, ни подвесить его на крюке. Но версию о ее причастности к преступлению отбрасывать не спешили. Я говорю правду. Почему вы мне не верите? Я не убивала его. Я не виновата. Гражданка Макутенко, женщину, похожую на вас, видели выходящей из подъезда в день убийства. И с Беленьким у вас роман был. Об этом сказал отверженный вами Горликов. Будете и дальше отбираться? Это была не я. Ладно, можете идти. Серьезно? Ну да. До свидания. Я скажу вашему начальству о том, что вы книги выносите из библиотеки. Ладно. Я была с Сашей. Я слушаю. Продолжайте. Книги вернете. Не влетит. Если... Продолжайте. По словам девушки, они с Беленьким собирались провести субботу вместе. В воскресенье возвращалась сестра Александра. И видеться в ее квартире любовники больше не могли. Но вместо того, чтобы уделить внимание Лизе, мужчина целый день провел у окна. Саш, тебе не надоело? Ты на меня пялиться должен, а не в бинокль этот. Что ты там высматриваешь? Хочу себе кое-что доказать. Мне докажи. Иди глянь вот. Пришел его товарищ, они общаются. Кто пришел? Кто они? Саш, ты больной? Три часа пялишься в пустую комнату? Как в пустую? А ну-ка, Лиза, дай бинокль. Ты обещал, говорил, что этот день проведешь со мной. А я с кем его проводить? С биноклем этим чертовым, как не приду, все время в окно пялишься. Вот даже сегодня. Лиза, все, это не шутки. Верни бинокль. Ах так? Не увидишь ты больше бинокля. И в понедельник, чтобы все книжки мне вернул. Лизонька. Если бы я только знала, что вижу Сашу в последний раз. А за кем наблюдал беленький? За толстяком в доме напротив. С бородой? Нет. А он объяснил, почему? Странная история. Все началось, когда я Саше этот чертов бинокль подарила. Пол зарплаты в него вбухало. Он же трофейный. Вначале было весело. Саша сидел, смотрел, как живут соседи. Мы шутили. По словам девушки, внимание беленького привлекла квартира напротив. В ней жил одинокий полный мужчина. Как называл его убитый, калорийный персонаж. К нему захаживал друг. И вот в какой-то день беленький увидел, как друг пришел в квартиру в отсутствие хозяина. Ты не поверишь. Кажется, нашего толстяка сейчас обчистят. Точно. Он вор. Вдруг толстяка вор. Саша, куда? Обед! Саша, подожди! Я выбежала за Сашей. А он уже у парадной дома. Ну, за которым наблюдал. И тут из нее выходит этот бородатый с сумкой наперевер. Бородатый? Да. Так Саша назвал того второго. Ну, приятеля, который толстяка ограбил. Девушка рассказала. Александр пытался остановить вора, но бородатый мужчина начал убегать. Александр погнался за ним. Ну, вора мы так и не догнали. И вот тут, из-за угла, прямо на меня выходит этот толстяк. Толстяк? Толстяк это кто? Ну, хозяин квартиры. Говорю ему, вас только что ограбили. Но, вы знаете, это его ничуть не взволновало. Он только усмехнулся и говорит мне, «Деточка, а мы разве знакомы?» В общем, милицию он так и не вызвал. А еще и на Сашу наорал. Вот с тех пор Саша и прилип к окну. Все высматривал. Он был уверен, что бородатый еще непременно наведается в эту квартиру. И почему же беленький был в этом так уверен? По закону жанра. Так мне Саша говорил. В своей квартире Марьяна Ивакина обнаружила труп родного брата. Александр беленький висел на веревке, переброшенной через крюк для люстры. Следствие считает, Александра задушили и уже мертвым повесили. На шее виднелся след от веревки, расположенной ниже стронгуляционной борозды. На теле следы от ударов. Во время осмотра жилища самого погибшего оперативники обнаружили тайник, в котором хранились записи. По словам любовницы Беленького, Александр постоянно наблюдал за полноватым мужчиной в доме напротив. Однажды он заметил, как в эту квартиру проник вор. Беленький попытался его остановить. Однако вместо благодарности хозяин квартиры накричал на него. Следовательно, ввел справки. За полторы недели до смерти Беленького в милицию действительно поступало заявление об ограблении квартиры. Но вот квартира в нем значилась другая, не та, за которой наблюдал Александр. Также Арапов узнал, кто проживал в квартире напротив. Им оказался антиквар Аркадий Зинович Варшавский. Он не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Подозревали, что он торгует краденым, но доказать это не удавалось. Могли ли антиквар и его бородатый приятель иметь отношение к смерти Беленького? Молодой человек, не крутите листья моему фикусу. Он от этого не в восторге. А долго вы еще собираетесь здесь оставаться? Если потерпите еще пару дней, окажете неоценимую услугу следствию. Кстати, в том доме две квартиры обокрали. У антиквара и у нашей почтальонши. Макар, возьми. А заявление написала только одна потерпевшая. Не знаю. Я знаю, что две. Две. Владимир Иванович, а вот и наш бородач. Черт. Я же его знаю. Это... Это Рудой. Арапов не знал, кто такой Рудой. Но то, что у Варшавского в гостях появился бородатый, обрадовало следователя. Макар, давай вызывай хлопцев, пусть подстрахуют. И пулей за мной. Когда оперативник увидел этого мужчину, он безошибочно в нем узнал вора-рецидивиста Олега Рудова. Первым заданием Макара Панова в качестве оперативника был арест Рудова и его подельника. Через три года Рудой освободился и еще долго появлялся в Одессе. Когда уголовника задержали, чтобы выяснить его причастность к убийству Беленького, при нем обнаружили старинную чашу. Ее сразу же отдали на экспертизу и оценку. А у Рудова взяли отпечатки пальцев. И один из них совпал с тем, что был найден на месте убийства Александра Беленького. Проходи. Владимир Иванович, подозреваемый доставлен. Можете идти, сержант. Ну, здравствуй, Рудой. Давно не виделись. Земля округлая, чего уж тут? Ну вот, все друг друга узнали. Приступим. Присаживайтесь. Интересная вещь. Наши эксперты поколдовали над ней. Оказалось, 13 век. Золотая орда. За границей тысячу такой черепок стоит. Не тяни, начальник. Говори, что нужно. Да вот, Рудой. На крюке твои пальчики обнаружили. В квартире, где Беленький повесился. Так что отпираться тебе бесполезно. Да и мотив, так сказать, налицо. Но я могу послушать и твою версию, зачем ты Беленького убил. Обещай, что не попаду под расстрел. Суд будет решать. Но постараться ты можешь. Так сказать, чистосердечное признание. Так это не я. Я всего лишь так рук подсадил. А задушил его антиквар, варшавский который. Былся, что Беленький его все карты спутает. Проходи. Что дернул? Дело есть. Если выгорит, дам пять кусков. Как раз по твоей специальности. Видишь? И вот еще. Запомнил? Да. Так в смысле? Я не понял твою хату. Что за дела? Зачем? Лежа, много вопросов. Придешь, возьмешь и смоешься. Обещаю, ментов не будет. Идет? За такие бабки? Да легко. Лады. Ну, рассказывай дальше. Ну, дело оказалось плевым. Я обношу квартиру Варшавского. Ну, еще одну. Так, чтоб наверняка. И что? А тут Беленький увидел меня в бинокль. Ну, и к этиквару побежал. Начал вопрос задавать непонятное. Почему милицию не обратился? Вашу квартиру почистили? Ну, что? Когда начнем? Через недельку. Ах ты ж падла. Опять он. Кто? Да этот чокнутый с биноклем. Не дергайся. Пусть думает, что он умнее нас. Видишь? Третий этаж. Слева. Угу. Крыса с биноклем. Пасет. Я вычислил квартиру. Этиквары решил убрать. Глазастого. Почеркните. Не я решил. А варшавский. Я беру чокнутого. А ты его бабу. Только не бей. Души. Понял? Угу. О, это вы? Покрыватель воров. Чем обязан? Надо поговорить. Проходите. Бабу ищи. А баба его там не оказалась. Вот и помог. Варшавского подвесить беленького. Словно руки на себя наложил. Вот и все. Да. История. Прямо детектив рижской киностудии. А, Макар? Значит, помешал вам беленький свои делишки черненькие проворачивать. Так со случайными свидетелями всегда так. Не случайный. Рудой не знал, что артефакт, который он согласился похитить у Варшавского, краденый и был принесен антиквару на оценку. Варшавский решил оставить его себе. Он понимал, что никто не станет заявлять о пропаже в милицию. Это была идеально просчитанная афера, если бы не вмешательство любителя детективов Беленького. Его увлечение стоило ему жизни. Суд учел сотрудничество Олега Рудова со следствием и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Варшавский до последнего отрицал свою причастность к убийству, но косвенных улик суду хватило, чтобы признать его виновным и осудить на 15 лет. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин